На моём любимом видеохостинге YouTube я стал всё чаще замечать всяких сутулых псин, которые натаскивают желторотых маслят на то, как правильно обмануть интервьюера на собеседовании и HR на резюме-скрининге. Эти отвратительные люди, взгляды которых я всецело не разделяю, объясняют, что писать в резюме и что отвечать при найме, чтобы не имея ни капли коммерческого опыта пролезать на вкусные вакансии с жирными грейдами. Даже бомж Валера с твоего района знает, что IT-компании с ужасом в глазах перестали выкладывать какие-либо объявления со словом «джуниор», потому что на них сразу слетается толпа чаек-вкатунов со всевозможных онлайн-курсов. Только от отсутствия вакансии в эту золотую лихорадку 21 века золотокопателей меньше не становится. Логика у них простая, если мистер Рыночек не хочет подбирать нас с заводской проходной без опыта покраски кнопок, то мы будем просто нагло лгать, чтобы пролезать на позиции уровня мидл или сеньор. А меня вообще-то мама правильно воспитала, и заповедь ложь это плохо подкреплялась ударом с ноги в пузо. И вот теперь я очень хороший человек, доступно объясню, как именно разоблачать IT-угунишек на собеседовании, чтобы приписывающих себе годы опыта бездарей весело гнать ссаными тряпками обратно в шестерочку. Вообще помяните мое слово, взаимное недоверие соискателей и работодателей уже очень скоро приведет к расцвету кумовства, или как его принято называть, нетворкинга. Самым массовым средством трудоустройства станет по знакомству. Этому способствуют и всяческие реферальные бонусы, которые позволяют заработать денежку за привлечение своего друга. Если ты раньше работал с ним в одной компании, а теперь можешь за него поручиться, это вин-вин ситуация для всех сторон. А на фоне растущего кризиса в найме есть тенденции к существенному снижению текучки кадров. И логичным решением в этой непростой ситуации станет выращивание нужных специалистов внутри компании. Если мы знаем, что Петя неплохой программист или аналитик, то почему бы не направить ресурсы на то, чтобы прокачать Петю, а не тратить сотни человека-часов и миллионы денег на то, чтобы найти условного Васю среди десятков соискателей. Именно так подумали ребята из Яндекс Практикума и придумали Грейт. Грейт — это новая платформа для гибкого обучения команд и измеримого роста сотрудников. У любого коллектива есть сильные, слабые стороны, которые помогают и мешают решать бизнес-задачи. А Грейт позволяет комплексно протестировать сотрудников, выявить точки роста и составить образовательный трек, адаптированный под специфику работы конкретно вашей команды. Прямо сейчас на платформе доступно для обучения более тысячи навыков, которые как элементы конструктора можно комбинировать для создания индивидуального плана обучения. Благодаря этому можно выбирать и оплачивать только то, что действительно нужно и полезно для бизнеса. Что важно, Грейт предоставляет сервис, позволяющий помимо прочего приоритизировать образовательные цели и расставлять дедлайны для них. Также у руководителя или HR-менеджера есть возможность в реальном времени оценивать посещаемость курсов, успеваемость и вовлеченность команды. При этом для мотивированных сотрудников, естественно, есть опция двигаться не только по установленной программе, но и проходить дополнительные курсы, которые открываются для команд с подпиской. Таким образом, внутри компании можно будет выстроить целое поколение сотрудников, которые будут встроены в рабочий процесс с актуальным набором навыков. Для тех, кто управляет командами или для HR-менеджеров, которые ответственны за развитие внутри компании, будет полезно пройти по ссылке в описании. Заполните форму на сайте, чтобы с вами связался отдел продаж, рассказал про продукт и представил доступ на две недели к библиотеке грейда. Но несмотря на всё вышесказанное, прямо сейчас дела в найме обстоят так, как обстоят. А именно весь рекрутинг — это одна большая партия в покер, где блеф стал абсолютно обычным занятием. Часть вкатунов в этом настолько преисполнилась, что возвела ложь в резюме в отдельный вид спорта, а сеньоры и тимлиды на собеседованиях теперь вынуждены ждать мессию, который придёт и наведёт порядок. Ну что же вы его дождались, поэтому встречайте. Самая подробная и единственно верная инструкция по разоблачению вкатуна лжеца. Скоро все кадры, которые занимаются наймом, будут её юзать и драть умников, которые любят заниматься ерундой. Во-первых, чтобы победить своего врага, надо понять, кто он. Типаж IT врунишек представляет из себя людей разных групп и слоёв населения, но у них есть нечто общее. Это выпускники самых очереднярских курсов, которые, возможно, и пытались искать работу честно, но кроме оплачиваемых стажировок так ничего и не нашли. Поэтому на курсах их помимо попадания ложкой в рот учат накручивать опыт. Во-вторых, они заявляют о своём опыте, но делают это так, что провести факт-чекинг довольно сложно. При этом часто у них есть большой багаж знаний и опыта в части прохождения собеседований. Собеседований, но не настоящей работы. Именно это и есть ключ, который позволит нам стать лучом света в этом отвратительном мире лжи. Существует два способа проверить реальный опыт человека. Первый подходит тем, кому нравится работать в IT, и он считает программирование восхитительным занятием и никак не нарадуется, что ему платят за это много денег. Короче, речь идёт о тех, кто ещё не выжег себе глаза в IDE и работает относительно недолго, но кому уже поручили собесить маслят. Второй же способ подойдёт прожжённым анальникам, которые в отладке багов похоронили своё ментальное здоровье, а в период поддержки старого кода заработали ачивку «Сомелье говна». Итак, если опыта или софт-скиллов у вас не так много, то проще всего узнать о реальном опыте грибца через лайфкодинг. Чтобы вы знали, я вообще не одобряю эту херню, но трудные времена требуют идиотских решений. Вам нужно придумать, а не скопипастить из интернета несложную задачу буквально срок на 20 из вашей предметной области и затем попросить грибца врубить демонстрацию экрана с его IDE. Ваша задача смотреть не на конкретное решение задачи, а на то, как грибец водит мышкой, как и куда он нажимает, какие хоткей он использует и так далее, чтобы вынудить его на какие-то подобные действия, давайте простые уточнения по пути. А сделай эту кнопку, пожалуйста, не зеленой, а желтой. А можешь сделать так, чтобы этот метод без параметров из другого класса можно было дернуть и так далее. Цель мероприятия проследить за тем, насколько грибец механически выполняет эти задачи. Человека с опытом отличает от человека без него прежде всего то, что он над многими действиями не задумывается. Этот навык у него уже натренирован десятками и сотнями повторений, когда как человек без опыта будет излишне много путаться, задумываться в процессе работы с IDE над действиями, которые делаются в два клика. Да, конечно, всегда надо делать скидку на то, что человечек по ту сторону экрана вообще-то волнуется, а некоторые типичные кейсы для вас не были типичными кейсами для него. Но суть тут именно в общей картине. Если вы когда-нибудь занимались парным программированием, вы могли заметить, что люди делают одно и то же действие по-разному, и иногда даже при наблюдении за чужой работой можно перенять какой-нибудь шорткатик или кнопочку в менюшке. При этом человек с условно вашим опытом никогда не будет тупить на большом количестве простых задач сильнее, чем вы. Потому что это даже не интеллектуальный навык, а сугубо рефлекторный. В общем и целом, если гребец в рамках простейших задач задумывается больше обычного, это повод засомневаться в его кандидатуре. Ну и скорость написания итогового решения по задаче тоже решает, конечно. Способ для прожженных анальников концептуально еще гораздо проще, и при этом позволит создать очень хорошее впечатление на соискателя. Опять же, только в том случае, если вы реально мастодонт внутри своей области. Я называю этот способ кодовым словом «глубже». Вообще, все собеседование человека с опытом больше трех лет по-хорошему сводить к банальному разговору про этот опыт. Из него вы сможете получить все необходимые исчерпывающие данные о специалисте. Достаточно просто во время разговора углубляться в детали рассказа. Если соискатель говорит, что он для решения некой задачи использовал определенную библиотеку или плагин, можно сразу накинуть вопросов. А почему именно этот, если есть аналоги? А с какими трудностями ты столкнулся? А как он под капотом работает? А как ты решил вот эти N проблем? Человек, действительно веславший большую задачу, про которую говорит в своем опыте, непременно расскажет о реальных проблемах и трудностях, с которыми он столкнулся. Нельзя сделать большую задачу, не решив больших проблем и не пофиксив непонятных багов. Человек же, который придумал опыт, в лучшем случае начнет тут фантазировать, но для вас же, как для жесткого специалиста, не составит труда его расколоть. Не составит же? Ну и как бы, если я какой-то видос до конца досматриваю, то никогда не поленюсь поставить лайк и написать в комменте типа, братан хорош, давай-давай, вперед, контент в кайф, можно еще вообще красавчик. Можно вот это вот почаще. Давайте пока.